МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальный визит начался с посещения Кумертаусской ТЭЦ. В конце прошлого года здесь сменился собственник. Эта ситуация обсуждалась на уровне главы республики. Новый владелец выполнил все поставленные перед ним условия. На предприятии сохранили рабочие места, ведется подготовка к реконструкции. Убедился, что пока все обязательства, которые он брал на себя при покупке данного объекта, он выполняет. Мы услышали от него заверение о том, что предприятие будет развиваться. Те объемы и тепла, и электроэнергии, которые производит ТЭЦ, они будут реализовываться. Кроме всего, собственник планирует стать резидентом ТОССАР и открыть Кумертау новые производства, не связанные с текущей деятельностью. Рабочие места будут создаваться, я сегодня еще говорил про это дело. В том числе, например, потребность керамической облицовочной плитки очень большая, и по Башкирии тоже мы встречались с разговорами. Там в Подмосковье предприятие, сейчас веду просто разговор о том, чтобы именно здесь построили цех, открыли здесь предприятие, набрали людей. В планах организация трех предприятий с созданием 700 новых рабочих мест. Далее делегация посетила Ледовую арену. Гости лично убедились, что основной этап строительно-монтажных работ завершился. Вместимость арены рассчитана на 600 посадочных мест. Финансы, которые были выделены и освоены, это 132 миллиона рублей. Чтобы закончить строительство Ледовой арены, рабочие ждут новые этапы финансирования. По словам Владимира Нагорного, ассигнование последует. И в течение шести месяцев после получения очередного транша объект будет сдан в эксплуатацию. Делегация побывала в инновационно-производственном предприятии. Гостей на заводе встречал управляющий директор Юрий Пуставгаров. По его словам, загрузка есть, заказы выполняются в полном объеме. Это производство новой техники для внутреннего и внешнего рынка. И оборонзаказ по ремонту и модернизации вертолетов, ранее произведенных на КУМ-ПП. Еще одна точка в маршруте гостей – новый жилой квартал по улице Заслонова, где в рамках программы «Переселение граждан» из аварийного жилья построены трехэтажные многоквартирные дома. По словам жителей, произошли большие изменения. На этом месте был пустырь, а сейчас – полноценный благоприятный двор с прилегающей территорией. Завершился объезд городских объектов посещением дворца угольщиков. В январе дворец был закрыт на реконструкцию. Подрядчик приступил к ремонтным работам сразу же. Сроки на работы отведены небольшие. Уже 1 июня учреждение культуры должно вновь распахнуть свои двери перед горожанами. Всего на ремонт будет потрачено около 35 миллионов рублей. Сейчас во дворце полным ходом идет замена электропроводки и замена напольного покрытия. Сейчас на объекте трудятся 19 человек. На следующей неделе к ним присоединятся еще и плиточники. Во второй половине дня Владимир Нагорный и Сергей Афонин провели прием граждан. Более десятка жителей города воспользовались возможностью задать вопросы чиновникам. Руководитель администрации главы региона и министр жилищно-коммунального хозяйства внимательно выслушали каждого. Кому-то дали советы по выходу из сложной ситуации, а чьи-то проблемы взяли под личный контроль. В завершении рабочей поездки Владимир Нагорный поделился с журналистами своими впечатлениями, которые сложились у него за время визита о нашем городе. В декабре было принято решение, что придать статус территории, опережающей социально-экономическое развитие города. Всего-таки в Российской Федерации 11, из них два города – это из нашей республики. То есть вы сами понимаете, что пройти конкурс – это дорогого стоит. Ну, собственно, вот это пока будет такая оценка, что действительно это большая заслуга администрации города, что наш город Кумертау вошел в этот список. И, конечно же, мы все надеемся, даже уверены, на уровне правительства, глава республики, а потом сейчас говорит, что вот это решение даст возможность развить, продолжать развивать город Кумертау. 24 января состоялось 10-е расширенное заседание Крултая-Башкир города Кумертау на конференции. Подвели итоги работы за прошлый год, обозначили задачи и обсудили проблемы. Какие задачи сейчас стоят перед общественной организацией, узнавала Айгуль Мухаммеджина. Перед началом официальной части мероприятия «Фойе дома культуры «Рассвет»» гостей встречал песнями и плясками фольклорный ансамбль имени Кинзия Расланова. Здесь же все желающие могли ознакомиться с выставкой художественно-прикладного творчества, фотоматериалами о жизни школ города. На форум собрались делегации из предприятий и учреждений города, представители администрации Всемирного Крултая-Башкир. Пленарная часть мероприятия началась с гимна Крултая «Мелодии Урал» в исполнении ансамбля кураистов. Открыла конференцию заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Она начала свое выступление с обсуждения значимого события. В конце прошлого года муниципалитетам получен статус «Территория, опережающая социально-экономическое развитие». Это большой шанс вывести город из монопрофильности и сделать его успешным. В то же время теперь предстоит большие работы, в том числе и у общественных организаций, отметила она. Общественные организации в развитии нашего города играют очень большую роль. И нужно, чтобы и продолжали играть и вносить свой огромный вклад. Потому что сейчас от нас требуется большое единство действий и инновационные, интересные формы работы. Представленную информацию дополнил доклад председателя Курлтая Башкир города Альфеиша Мигуловы. Так, в прошлом году проведены благотворительные акции, праздники Шежеря Байрамы, молодежный форум, КВН на башкирском языке, открытка детской класс с углубленным изучением башкирского языка в школе номер 5. Значимым событием стало создание детской телестудии на башкирском языке. На телеканале «Арис» продолжаются информационные и тематические программы. Были обозначены и проблемы. Они касаются сферы национальной культуры. Нет детского фольклорного ансамбля башкирского, нет до сих пор башкирского народного театра, нет мужского башкирского вокального ансамбля и так далее. И причина у нас главная – нет национальных кадров. Проблемы есть и в национальном образовании. По сравнению с прошлым учебным годом сократилось количество учащихся, изучающих башкирский язык. Этому повлияло введение федеральных образовательных стандартов. Количество учащихся, обучающихся на родном башкирском языке за 2015-2016 год составляло 40%, то в 2016-2017 году это составляет 20%. Количество учащихся, изучающих башкирский язык как государственный в 2015-2016 году было 84%, а в 2016-2017 году это 81%. В то же время положительная динамика наблюдается в начальной школе номер 13. Если два года назад здесь обучалось 130 детей, то в этом году их стало 178. Это особенно важно в год празднования 90-летия Мухаммеда Искужина, имя которого носит образовательное учреждение. В планах школы привлечь больше детей к изучению родного языка. Впрочем, таковы задачи и перед общественной организацией в целом. В работе конференции принял участие представитель Всемирного куралта и башкир Айрат Искантаров. Он отметил, что по итогам собраний в городах и районах в феврале состоится республиканский семинар. Будут обсуждены самые актуальные проблемы, касающиеся истории, языка, культуры, традиций башкирского народа. В завершении конференции была принята резолюция с основными задачами. Выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации состоялись в прошлом году. Для привлечения молодежи к голосованию в начале 2016 года была создана молодежная избирательная комиссия, которая на протяжении всего времени тесно сотрудничала с территориальной избирательной комиссией. 26 января прошло итоговое заседание избиркомов, на котором побывала наша съемочная группа. 26 января молодежная избирательная комиссия первого созыва завершила свою работу. В здании администрации городского округа состоялось заключительное заседание, на котором подвели итоги 2016 года. В состав молодежного избиркома входят студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. Они являются первыми помощниками территориальной избирательной комиссии. Цель избиркома не только участие в выборах, но и повышение политической грамотности у молодежи. Неоднократно с этой целью в городе проводились различные акции викторины. В течение всего прошлого года активисты не раз собирались за круглым столом и готовились к выборам. По словам представителей молодежной комиссии, они получили огромный опыт. Я была сама наблюдателем в этом году, первый раз на выборах. Вы знаете, это просто колоссальные знания даются, когда ты находишься непосредственно участником всего этого. Не то, что даже ты пришел и проголосовал, это важно. Но когда ты видишь все это изнутри, как это все происходит. Как происходит подготовка документов. Вот этот весь процесс, это очень интересно. Я хочу продолжить участвовать в данной комиссии. Как говорится, попробовать на второй срок. Председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка оценил проделанную работу комиссии как удовлетворительной. Молодежный избирком существует всего год, поэтому работать есть над чем. Проработав год, мы, конечно, увидели какие-то где-то недочеты, увидели и положительные моменты работы студенческой молодежи, молодежной избирательной комиссии. Все это учли и думаю, что второй созыв отработает намного активнее, эффективнее, так скажем, и плодотворно. По окончании заседания лучшие представители молодежного избиркома были награждены благодарственными письмами. Теперь дело за вторым созывом. У представителей следующей студенческой молодежи впереди ответственная работа, подготовка к предстоящим в 2018 году выборам президента Российской Федерации. И уже в ближайшее время молодежная избирательная комиссия второго созыва приступит к своей работе. Продолжаем выпуск. По всей республике полным ходом идет реализация программы поддержки местных инициатив. Программа помогает населению решить задачи социального характера. Ключевым элементом поддержки является отбор и финансирование проектов, инициированных местным населением. В этом году жители Кургазинского района начали активную работу в этом направлении. На неделе практически во всех сельских поселениях прошли уже итоговые собрания, в которых принимались конкретные решения. Все ли поселения определились со своими проектами? Это узнавали мои коллеги. Вопросов местного значения много. Необходим ремонт дорог, систем водоснабжения и освещения, благоустройство дворов и так далее. Решить эти проблемы и призвана программа поддержки местных инициатив. Об этом говорила на встречах начальник финнуправления Кургазинского района Альфия Зыкова. В реализации проектов основную финансовую помощь оказывает республика до 1 миллиона рублей. Однако, чтобы ее получить, средства должны вложить как сельское поселение, так и сами жители и спонсоры. В итоге можно реализовать самые смелые идеи, говорит консультант Азнабай Бадамшин. Успешность данной программы еще на стадии пилотного проекта он проверил на практике на своей родине в Зянчуринском районе Башкортостана. Республика выделяет 300 миллионов рублей на условиях конкурса. С одного сельского поселения может участвовать один населенный пункт и претендовать на 1 миллион рублей. Минимум от запрашиваемой суммы республики население должно собрать 3%, а 100 баллов по этой статье будет, когда он будет вносить население, 15% от запрашиваемой суммы. Также местный бюджет минимум должен вкладывать 5%, чтобы набрать 100 баллов, 15%. И у спонсоров минимальной суммы нет, максимум 15% от запрашиваемой суммы республики, если соберут, то тоже будет 100 баллов. В селе Новом Уропталово, казалось бы, очень развита инфраструктура. Однако, как говорится, в хозяйстве все пригодится. Тем более, что здесь проживают около полутора тысяч человек. Поэтому идей у населения еще на предварительном собрании было много, говорит глава сельского поселения Оскар Кинжалеев. Основными вопросами предварительно, и в прошлом году мы участвовали, это асфальтированные улицы. У нас есть необходимые улицы, которые вообще не асфальтированы, просто гравийная подсыпка имеется. Также актуальные вопросы у нас необходимы. Есть инициативная группа, которая предлагает купить трактор. На итоговом собрании нужно было принимать окончательное решение. При этом граждане не только вносят собственные средства, но и имеют право контролировать ход реализации проекта. Путем открытого голосования Новом Уропталовцы единогласно решили облагородить и огородить сельское кладбище. Такие святые места должны быть в порядке, считают жители. Тем более, что нельзя упускать шансы воспользоваться поддержкой на таких выгодных условиях, говорят здесь. Я думаю, как дали нам такую возможность, надо использовать. От этого давно мечта народа. По предложению самих же жителей, для реализации проекта с каждого двора решено собрать по 500 рублей. Но это еще не все. Проект должен будет пройти конкурсный отбор. Для того, чтобы выиграть экспертные комиссии, нужно представить не только протоколы собраний и фотоотчеты. Должно быть предусмотрено трудовое участие инициативных людей, спонсорская помощь, а также нужно подготовить творческие работы по данной проблеме. Все это увеличит шансы на победу. В ходе встреч уточнили о выполнении еще одного требования. Земля, на которой планируется реализация проекта, должна быть оформлена в собственность сельского поселения. Например, еще на предварительном сходе граждан сели Отрада было решено создать парк на территории сельского дома культуры. В ходе анкетирования 80% населения проголосовали за данную идею. Однако оказалось, что земля не оформлена, а на это требуется время. Поэтому данный проект отложили на следующий год. На данном участке будет проведен дополнительный опрос населения. Проект сам замечательный. Я, например, когда про него услышал, я загорелся. Как бы вот, наконец-то, мы этот вопрос, все-таки, я здесь 30 лет живу, 33 года, да, и все время этот вопрос, как бы, он, вот, ну, висит. И вот, наконец-то, вроде бы, появилась возможность немножко что-то тронуть. Потому что вопросов много. В 30 километрах от районного центра расположен один из самых крупных сельских поселений Якшимбетовский сельский совет. Он включает 18 близлежащих деревень. Только в самом Якшимбетово расположено 267 дворов. Здесь проживают около 900 человек. Жители активно пришли на собрание по выбору приоритетного для села проекта. Вместо положенного 10% населения пришли намного больше. Это еще раз подтвердило о неравнодушности жителей к судьбе своей земли. На собрании еще раз ознакомились с условиями программы, услышали ответы на интересующие вопросы. Идея проекта у населения рассматривалась еще на предварительном собрании. Это приобретение трактора. Техника, конечно, есть в хозяйстве «Искра». Но она, в первую очередь, предназначена для сельскохозяйственных работ. Трактор – это сегодня необходимость. Необходимость в том плане, что самый заснеженный район у нас – это, во-первых, очистка снега внутри населенного пункта. Это школы, по детским школам, к водоему пожарному. Это обязательно мы каждый день чистим, пошли в детским садам. Таким учреждениям трактор зимой нужен. А вот на летнее время мы хотим организовать вывоз мусора по расписанию, чтобы вывозился твердый бытовой отход. В итоге единогласным решением утвердили проект приобретения трактора. Населению он обойдется в 300 рублей с каждого двора. Сбором денег будет заниматься инициативная группа, утвержденная на собрании. В части внесения средств местного сельсовета готов помочь муниципалитет. Теперь конкурсантам остается убедить конкурсную комиссию в необходимости данных проектов. Все документы нужно сдать до 1 марта. В мае будет подведен итог. Борьба дорожников со снегом продолжается на дорогах и тротуарах. Понятное дело, расчистка необходима для нормального движения транспорта и снижения аварийности. Сколько техники работает в городе и справляется ли она с поставленными задачами, знает Константин Меркушев. Несколько десятков специализированных машин для уборки и вывоза снега работает на улицах города. В основном в ночное время. Главная задача – сделать движение автотранспорта в городе безопасным и комфортным. Ситуация с расчисткой держит под контролем муниципальные власти. Зима в этом году началась рано. Администрация города подписала контракты с шестью организациями, которые с начала января уже приступили к своей работе. С 1 января действительно мы заключили контракты на выполнение работ по зимнему содержанию дорог. Сейчас контракты подписаны. Со 2 января буквально уже некоторые организации приступили к... Не некоторые, уже вторая часть организации выходила. И там 3-4, то есть праздники по мере потребности, в зависимости от погодных условий, эти предприятия выходили на работу. Одна из таких организаций – МУПДОР. Ежедневно на очистку дорог и улиц выезжает около 20 единиц техники. Техника на улицу города выходит ежедневно. Просто зависит от того, от количества осадков, какая обстановка на дорогах. Сейчас, ну, за счет того, что город поделили сторонним организациям, еще по контракту раздали территорию города, нам сейчас намного попроще заниматься, потому что мы сейчас отвечаем за центр города, старый поселок. Ну, в этом году, конечно, намного полегче. Вот когда снегопады идут, тогда уже выходим, например, там в 4-3 ночи и стараемся там часам к 8, чтобы дороги уже были почищены. На помощь предприятию прибыло пополнение. Новая техника – трактор МТЗ-82. Отличительная особенность этой машины в том, что она предназначена для расширения дорог и очистки тротуаров. Но это не единственный плюс техники. В новой технике, что она, меньше поломок, больше производительности. В принципе, и что, можно сказать. Ну, новая она и есть, новая. Здесь она более модифицированная уже, лучше. Подобной технике в городе единицы, поэтому она просто необходима. И уже в ближайшее время трактор выйдет на дороги улицы. Как говорилось ранее, администрация города следит за качеством очистки снега на дорогах. Претензии к некоторым организациям все-таки имеются. Контроль, как я и сказал, ведет через диспетчеры и через отдел городского хозяйства. Ну, вот январь закончится, посмотрим, как мы сработаем. Конечно, есть вопросы по качеству очистки улиц, но у нас, как лакмусовая бумажка, это поступление жалоб у диспетчера в администрации. Но вот праздники мы провели все-таки более-менее нормально. С очисткой мы справились. На данный момент главной задачей по-прежнему остается расширение дорог и очистка тротуаров. Эта задача осложняется тем, что прогноз погоды на этот месяц неутешителен. На этой неделе в Кургазинском районе, благодаря региональному проекту «Реальные дела» Всероссийской политической партии «Единая Россия» появилась своя хоккейная коробка. На торжественном открытии в Якшембетово побывала Айгуль Мухаммедшина. Открытие ледовой площадки в Якшембетово стало настоящим праздником для сельчан. Поэтому многие пришли на мероприятия с семьями. Больше радости, наверное, у юных хоккеистов. Раньше погонять шайбу мальчишке приходилось идти на речку. А это небезопасно. Теперь для игры в хоккей построена современная коробка площадью 800 квадратных метров. Мы очень рады, что построили эту коробку. Для ребят очень хорошо. Торжественное открытие стало знаменательным событием не только для Якшембетовцев. Это событие районного масштаба. Поэтому разделить радость сельчан приехал глава муниципального района Ахат Кутлу Ахметов. Он пожелал юным спортсменам успехов. В подарок от администрации и спорткомитета Ахат Евдатович передал 10 пар коньков. Также детская, юношеская спортивная школа подарила форму для спортсменов. Предприниматели обещали клюшки. Я думаю, это не только для детей. Эта хоккейная коробка будет служить и для взрослого населения. Все это спорт, спорт надо любить, спорт ценить надо, уважать надо и видеть надо. Поэтому сегодняшнее событие, я думаю, будет только помогать нашим детям в учебе, взрослым, чтобы дети были под контролем и так далее. Самое главное, чтобы травмы дети не получали. Строительство хоккейной коробки стало возможным благодаря участию в программе «Реальные дела» партии «Единая Россия», согласно которой из республики выделено 160 тысяч рублей, сельским советом 55 тысяч, и жители села собрали 44 тысячи рублей. Работы выполнены предприятием «Автобаш-сервис». Местные жители также не остались в стороне. Родители детей и просто неравнодушные люди оказывали свою посильную помощь в строительстве. На торжественном мероприятии они все были отмечены благодарственными письмами. Это огромная радость, потому что это мечта. Мы в детстве там мечтали об этой хоккейной коробке. Ладно, у нас рядом тут река Кюргаза, мы туда ходили играть, хоккей там очищали. Но такой возможности, чтобы хоккейную коробку раньше не было строить, конечно. Это мечта всех, я думаю, наверное, все детворы и все сельское поселение. Хоккейная команда сформирована в трех возрастных категориях. Для работы с ребятами назначен тренер. Появление новой команды в районе повысит дух соперничества. А значит, будет повышаться и мастерство хоккеистов, отметил начальник спорткомитета Василий Копылов. После торжественного открытия спортивной площадки состоялись показательные выступления более опытных ребят района. Вокал прославил нашего земляка. Своим талантом уроженец города Кумертао Борис Шишера покорил Москву. Он участвовал в проекте Первого канала «Голос». О том, какие испытания ему пришлось пройти и что осталось за кадром, Борис рассказал моему коллеге Константину Меркушеву. Его выступление на слепых прослушиваниях назвали фантастическим. Он исполнил технически джазовую композицию «Someone tell me why», показав виртуозное владение голосом. К Борису повернулись трое из четверых наставников – Дима Билан, Леонид Агутин и Григорий Лепс. Они аплодировали стоя и даже устроили драку за него. Каждый хотел иметь столь крутого певца в своей команде, но наш земляк выбрал Леонида Агутина. Браво! Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я как будто во сне. Меня зовут Борис Шишера, мне 21 год. Боря, проснись! И я с Башкортостана, с города Кумертао. У меня вот в голове крутился именно Леонид Николаевич Агутин. Хотя я мог выбрать, в принципе, и Билана, и Григория Викторовича, но почему-то вот именно Леонид Николаевич Агутин. Не знаю почему. Вот так вот просто я решил, что сейчас нужно сделать именно такой выбор. Я ни в коем случае не жалею о своем выборе. Абсолютно. Я очень рад. И я бы вот, если бы сейчас была такая ситуация, я бы так и сделал. В следующем этапе «Голоса» Борис Дуэлью выступил Шурой Кузнецовой. Но перед этим наш певец заболел. По словам певца, организаторы были на высоте. Всего за один день его поставили на ноги, что помогло ему продолжить выступление в телепроекте. У меня не было «Голоса» перед вторым этапом. Ну, пропал «Голос», я заболел. Написал своему редактору Наталье. И она тут же, в общем, все сделала для того, чтобы у меня появился... На следующий день у меня уже появился «Голос», все нормально было. В общем, меня вылечили за буквально там полдня какие-то. По окончании своего выступления в шоу «Голос» Борис Шишера приехал на родину пообщаться с родными и близкими друзьями. А с нами поделился своими дальнейшими планами. Дальнейшие планы – писать свой материал. Свой материал, свою музыку, чтобы люди уже начали слушать именно меня не как человека, который перепевает чужие песни, а как человека, который споет свои песни и пытается достучаться до зрителей, дослушать. Коллектив телекомпании желает Борису дальнейших творческих достижений и успехов. Это «Голос». Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале «Арис». Субтитры подогнал «Симон»!